Слава нашему Господу Иисусу Христу! Мир вам и благодать от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа! Я в городе Киеве рад бачить знакомых, потому что бывал уже в вашей церкви. Как-то Бог так это делает, я даже сам не понимаю. Но уже несколько раз я был у вас в служении. Слава нашему Господу! И сегодня могу с вами поделиться тем, что делает Господь в нашей жизни. В вашей жизни тоже Он делает Ему за все слава и хвала, потому что наш Бог есть всемогущественный. Он нас спас, помиловал, дал нам вечную жизнь, и мы в это верим. И мы ожидаем встречи на небесах с нашими друзьями, и вместе с вами мы там встретимся в небе. А пока мы здесь на земле, Бог что-то хочет, чтобы мы Ему послужили. Да? Так написано в Библии. Когда мне было 19 лет, я стоял на призывной комиссии, в военкомате, и там сидели военные люди. Они смотрели мое дело, и когда они посмотрели мое дело, они сказали, такие люди родине не нужны. Тогда был набор в Афганистан, и я просился, чтобы меня взяли добровольцем в Афганистан. Я не знаю, я был безбожником, мне хотелось воевать и так далее. Но когда они мне сказали такие слова, что я не нужен даже родине, потому что я уже был судимый за свои грехи, и, знаете, я даже оттуда ушел и обиделся на них. Ну, думаю, ладно, раз уже я и родине не нужен, то я буду делать то зло, которое я делал. И так продолжалось еще много лет, и через 10 лет Бог, Иисус Христос, призвал меня служить в Его армии, в Небесной армии. Слава Господу! Знаете, люди полностью, я стал не нужен людям, но Бог имел, Бог смотрел на меня, и прошло с тех пор 10 лет, Бог призвал меня служить в Его армии. Слава Иисусу Христу! И, знаете, я не раздумывая согласился, я сразу сказал, Иисус, я согласен, потому что я понял, что армия Иисуса Христа – это самая победоносная, самая сильная и самая могущественная армия во Вселенной. Слава Господу! Армия Иисуса Христа никогда не будет побеждена. И это единственная армия, которая несет не разрушение, не зло, а несет любовь и созидание, и жизнь. Слава Богу нашему! Армия Иисуса Христа! И поэтому я всегда призываю, сегодня идет призыв по Украине в армию Иисуса Христа. Молодые люди, братья, сестры, старшие люди, независимо от какого возраста, Иисус призывает служить в армии Иисуса Христа. Иисус призывает нас служить, чтобы мы стали Его слугами, Его служителями. Знаете, когда я посвятил свою жизнь для Господа, для Его служения, для Его Царства, ни одной секунды я никогда не сожалел. Всякие в жизни были ситуации, моменты смертельной опасности, потому что армия всегда подвергается нападкам врагов и так далее. Так само духовная армия Иисуса Христа подвергается всем силам тьмы, потому что наша битва не против крови и плоти, но против начальств властей и против духов злобы поднебесной. А эти силы всегда нас будут атаковать, пока мы здесь на земле, пока не придет наш главнокомандующий Иисус, и все здесь совершит и сделает правильно, и все поставит на свои места. Все дьявольские террористические группы будут обезврежены, уничтожены и отправлены туда, в вечное место обитания. А армия Иисуса Христа – это церковь. Аминь! Вы верите, что церковь Иисуса Христа – это есть армия Его, и она будет вечно с Ним царствовать, господствовать, и будет с Ним всегда рядом. И это радует мое сердце, и я радуюсь, и вы, думаю, радуетесь от этого. Читаю из Библии одну историю, немножко мы с вами порассуждаем. Значит, это книга Руфь, книга Руфь. Я думаю, вы все ее читали. Здесь описывается, как одна первая глава, значит, одна женщина, они жили в Вифлееме Иудейском, там был голод, и они вышли в земли Моавицкие. Она вышла со своим мужем и со своими двумя сыновьями. И они прожили там какое-то время, сыновья ее поженились, и взяли себе жен из женщин Моавицких. И они прожили там какое-то время, умирает ее муж, умирает ее сыновья, и она остается с двумя снохами. Ну, по-нашему невестке, да, с невистками остается. И она услышала, что там, в том родстве, в той земле, где они жили, Бог посетил, написано, что Бог посетил народ свой, и они решили выходить. И в 6 стихе написано, «И встала она со снохами своими и пошла обратно с полей Моавицких. Ибо услышала на полях Моавицких, что Бог посетил народ свой и дал им хлеб. И вышла она из того места, в котором жила, и обе снох ее с нею. Когда они шли по дороге, возвращаясь в землю идейскую, Ноэминь сказала двум снохам своим, «Пойдите, каждая в дом матери своей, да сотворит Господь с вами милость, как вы поступали с умершими со мною. Да даст вам Господь, чтобы вы нашли пристанище, каждая в доме своего мужа». И поцеловала их. Но они подняли вопль и плакали, и сказали, «Нет, мы с тобой возвратимся к народу твоему». Ноэминь же сказала, «Возвратитесь, дочери мои, зачем вам идти со мною? Разве еще есть у меня сыновья в моем чреве, которые были бы вам мужьями? Возвратитесь, дочери мои, пойдите, ибо я уже стара, чтобы быть замужем. Да если бы я и сказала, есть мне еще надежда, и даже если бы я сию же ночь была с мужем, и потом родила сыновей, то можно ли вам ждать, пока они выросли бы? Можно ли вам медлить и не выходить замуж? Нет, дочери мои, я весьма сокрушаюсь о вас, ибо рука Господня постигла меня». Они подняли вопль и опять стали плакать. И Орфа простилась со свекровью своей, а Руфь осталась с нею. Ноэминь сказала Руфе, «Вот невестка твоя возвратилась к народу своему и к своим богам. Возвратись и ты вслед за невесткой твоею». Но Руфь сказала, «Не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя. Но куда ты пойдешь, туда и я пойду. И где ты жить будешь, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом, и твой Бог моим Богом. И где ты умрешь, там и я умру и погребена буду. Пусть то и то сделает мне Господь, и еще больше сделает. Смерть одна разлучит меня с тобою». Ноэминь, видя, что она твердо решилась идти с нею, перестала уговаривать ее. Значит, такая история происходит. Ноэминь выходит со своими невестками, и она им говорит, «Куда вам идти? Вы молодые женщины, идите к своему народу, идите к своим родителям, родственникам. Я иду в чужую страну, там у меня ничего нету, у меня никого нету, есть моя родина, я не знаю, что там ждет меня». Но эти две женщины говорят, «Нет, мы пойдем за тобою». Она им второй раз говорит, «Возвратитесь, идите к своему народу». И вот одна невестка Орфа, она возвращается, а Руф говорит, «Нет, я пойду дальше с тобою». И она третий раз ей говорит, «Возвратись назад к своему народу». И она говорит, «Перестань меня уговаривать, я иду с тобою. Там, где ты будешь, там и я буду. Твой Бог будет моим Богом, твой народ будет моим народом». «И только одна смерть разлучит меня с тобою». И вот эта женщина идет с наименью, не зная куда, не зная, что ждет ее там впереди, не зная того народа, не зная той земли, не зная тех обычаев, вот она идет с нею. И дальше вы знаете эту историю. Но о чем здесь говорится? Это, знаете, это напоминает нам нашу христианскую жизнь. Когда мы приходим до Иисуса, и знаете, когда этот огонь Духа Святого загорается в нашем сердце, и тогда мы говорим, «Господи, я тебе буду до конца служить, за то, что ты спас меня, за то, что ты меня помиловал, я буду верным тебе до конца, я буду верным тебе до конца, Господи». Но приходят какие-то обстоятельства, кто-то женился, кто-то дом построил, кто-то какую-то работу хорошую нашел. И знаете, и вот приходят испытания в нашей жизни, насколько мы можем верно следовать за Иисусом. И кто-то останавливается, говорит, «Ну, я уже спасенный человек, я уже член церкви, я хожу в церковь, я немножко помогаю в церкви там, и так далее». И человек останавливается и занимается своими делами. Кто-то женился, говорит, «Ну, я уже, уже у меня семья, у меня уже дети, для Господа уже мало времени, не остается времени для Бога служить». Кто-то говорит, «Я уже постарел, я тоже это переживал, мне братья часто говорят, «Саша, тебе уже 53 года, может быть, уже надо остановиться, может быть, уже семья у тебя, дети, чего ты вот там шатаешься по этим вокзалам, по электричкам, теперь ты еще в Европу туда едешь, чего ты, уже у тебя возраст». Знаете, и всякие мысли приходят, а может и правда, надо уже приземлиться, надо уже больше заниматься домашними делами и так далее, может быть, там церковью заниматься больше, это тоже нужно, для этого есть. Но эта женщина, Руфь, она говорит на имени, «Я иду за тобою, куда ты идешь, туда я иду, где ты будешь, там я буду, только смерть одна разлучит нас с тобою». Для того, чтобы служить Господу, нужно посвящение. Не просто нужно быть христианином, но нужно быть посвященным человеком. Мое посвящение произошло на вокзальной площади, когда я встретил слепого евангелиста. И вот там я полностью посвятил и сказал Иисус, «С этого момента я посвящаю себя для служения Тебе. Куда ты пойдешь, туда я пойду. Куда ты мне прикажешь идти, я буду идти. Что ты мне скажешь делать, я буду делать». С тех пор началось мое служение для Господа. И эта женщина Руфь, она сказала, «Только смерть одна разлучит нас с тобою». Кто может нас разлучить на этой земле? Какие страхи, какие человеческие убеждения или непонимания, знаете, могут нас разлучить? Человек, который посвятил себя для Господа, он будет идти и служить Господу. Значит, испытание приходит для нас, чтобы остаться и жить для себя. Нормальной христианской жизнью. Жить, но жить для себя. Христианской жизнью ходить в церковь, это не значит, я не говорю о тех людях, которые отошли от церкви, вошли в грех. Я говорю о тех людях, которые сегодня находятся в церкви, но они мало времени уделяют для служения Богу. Значит, есть две категории христиан. Это те люди, которые сначала ревностно идут за Иисусом, потому что Он есть путь. Идут за Иисусом, говорят, я буду Ему до конца верным. Помните, как Петро говорил? Но какие-то обстоятельства случаются, и раз и Петро отрекается, но Бог дает ему покаяние. И какие-то в нашей жизни обстоятельства, и мы говорим, Господи, я уже не могу, у меня нет силы, и так далее. И потом человек уже охладевает, и начинает больше уделять времени себе, своей жизни, своему земному, какомусь комфорту, благу. Но другая категория христиан, это те, которые верно, до самой смерти, идут за Иисусом. Значит, идут за Иисусом, для того, чтобы служить Господу. Руф три раза была испытана, и она прошла это испытание. И вот когда она прошла это испытание, в тот момент произошло ее посвящение. Ее посвящение для следования за Ноеминь. Когда мы проходим испытание, вот тогда, когда мы себя посвящаем для служения Господу, вот тогда Бог начинает действовать через нас. Значит, с чего начала Руф свою жизнь? Она начала собирать колоски, помните? Она собирала колоски. Это вообще небольшое дело. Это несложное дело. Она ходила и подбирала. Иногда мы, верующие люди, хотим чего-то грандиозного, большого и великого. Но если мы не начнем собирать колоски, если мы не идем к своим соседям или к своим знакомым, и не рассказываем про Иисуса, то мы не можем возрасти как служители Божьи. Но все начинается с очень маленького. Иисус Христос сказал, малым ты был верный, над чем поставлю? Над многим поставлю. То есть нужно начать с маленького. Когда я начал свое служение, я ездил по электричкам, по вокзалам, раздавал людям брошюры, евангелия, говорил людям про Христа. И всегда мне говорили один и тот же вопрос. Какой результат от того, что ты делаешь? Какой результат? Вот нам людям хочется сразу видеть результат. Вот нам людям хочется сразу увидеть результат. Посадил картошку, а утром, чтобы уже там 10 картошин было в этом кусте. Понимаете? Но так же же не бывает. Есть всему свое время. И сеяние, и жатва, и время возрастания. Но когда мы послушны Господу Богу, тогда Он будет действовать. Рубь себя посвятила служить на Емине, и последовала за нею. И начала собирать колоски. И во второй главе, вторая глава, восьмой стих, она вышла на поле, где было поле Вооза. Это был богатый человек. И она там собирала, подбирала те колоски. И слуга, приставленный к жнецам, отвечал и сказал, ну, Вооз спрашивает, что это за женщина здесь появилась, а кто это такая. И слуга говорит, это молодая женщина, муавитянка, пришедшая с наименью, с полей муавитских. Она сказала, пойду я подбирать и собирать между стопами, позади жнецов. И пришла, и находится здесь с самого утра, до селя. Мало бывает она дома. Обратите внимание, характеристика Руфи. Она была какая? Трудолюбивая. Она любила трудиться. Мало бывало дома. Из раннего утра собирала эти колоски, чтобы пропитать себя и наимень. Значит, и отвечал Вооз Руфи, послушай, дочь, и сказал Вооз Руфи, послушай, дочь моя, не ходи подбирать на другое поле и не переходи отсюда, но будь здесь с моими служанками. Значит, и что она делает? Она слушается его, слушается, и за свое послушание она получает благословение. Благословение. Хозяин этого поля говорит, вы ей отбрасывайте, вы ей отбрасывайте, и когда, говорит, будете обедать, то вы ее приглашаете на обед. Когда мы, верующие люди, начинаем слушаться Господа, вот тогда в нашей жизни открывается небо благословения. Помните, как Иоанна, когда он исполнил волю Божью, проповедовал в Ниневии, и у него была проблема. Помните, солнце пекло. Сегодня у нас разные проблемы. Утого телефон поломался, зарплата маленькая, одежды не хватает там и тому подобное. Дом маленький, плитка не такая, обои не такие, знаете, разные жизненные проблемы. У Иоанны была проблема, солнце палило, ему негде было спрятаться. Но он был послушным Богу. И за то, что он послушался Богу, Бог что делает? Произращает такой куст. Для него это было большое благословение на то время. Это было благословение, он тогда в этом нуждался. Вот Руфь, она была послушна, послушалась хозяина этого поля, и она получила благословение. Она приобрела благословение. Значит, и у нее уже был достаток пищи, у нее уже были друзья, и она работала со служанками в ООЗе. С его слугами работала и вместе с ними кормилась. Значит, Иисус Христос написано в Луке в 10 главе, первый стих, написаны такие слова. Иисус Христос посылал учеников туда, куда сам хотел идти. Помните эти слова. То есть, Иисус Христос посылал туда, куда сам хотел идти. До сегодняшнего дня Иисус посылает туда, куда он сам хочет идти. Никуда нам хочется. Вот нам, может быть, хочется то и то делать и какое-то служение организовать. Это нормально. Но, когда мы послушны Иисусу, вот тогда приходит благословение. Когда мы послушны Иисусу, и когда ученики пришли, помните, он им говорит, когда я вас посылал, вы, говорит, в чем-то нуждались? Они говорят, нет, ни в чем не нуждались. Вот когда Иисус нас посылает, то это все он устраивает и делает. Слава Господу за это. Мы, сейчас выезжаем в Европу и там проповедуем Евангелие. Мне задают вопрос, я, чтобы вам быстро объяснить. Ну, вы знаете, мы проповедуем таким образом, с такими плакатами, значит, на русском языке, на украинской мове, значит, и так же само мы делаем такие плакаты на языке той страны, куда мы выезжаем. Когда я покаялся, я прочитал Библию, что уверовавшие будут говорить на каких-то новых языках. Я думаю, значит, Бог сверхъестественно должен давать, чтобы люди говорили на языках мира. Я сказал, Господи, дай мне, чтобы я мог говорить на всех языках мира. Сколько их там? Две тысячи. Чтобы я мог всем людям. Китайцам на китайском, корейцам на корейском, на английском, на французском, знаете. Но Бог не дал мне такого. Бог дал этот плакат, эти слова, и мы можем проповедовать в любой стране на языке той страны, куда мы приезжаем. И еще мы раздаем брошюры, листовки, Слово Божие на языке той страны, куда мы приезжаем. Поэтому, но почему мы проповедуем сегодня в Европе? Я вам расскажу свидетельство. Была конференция под Ровно, Александрия, и там встает епископ Ровенской области, Виктор Барышкевич, открывает Библию и читает такие слова. И так как ты свидетельствовал обо мне в Иерусалиме, будешь свидетельствовать обо мне в Риме. В этот момент, когда он читал эти слова, Дух Святой говорил к моему сердцу. Я понял, что это Бог обратился ко мне и сказал, что я буду проповедовать в Риме. Иерусалим – это моя Украина, Рим – это Европа. И я сказал своей жене, она была со мною, и друзья мои были, братья, я говорю, я буду проповедовать в Италии, мне сказал Бог. Моя жена сказала, Саша, ты хоть представляешь, где эта Италия находится, что это ты надумал себе. Я говорю, ну я точно не знаю, где она находится, но мне сказал Бог. А если сказал Бог, значит, я буду там проповедовать. И знаете, я ничего не делал. Прошло два года. Через два года мы ехали с группой в Италию, ехали в Рим для проповеди Евангелия. Слава Иисусу Христу. Знаете, когда я молился, я сказал Господи, если Твоя воля, значит, это состоится. У меня нету возможности туда попасть. Это нереально, невозможно. Но ко мне приехал один братик молодой и говорит, брат Саша, а вы не думали, что в Европу поехать проповедовать? Я говорю, я не думал, но мне сказал Бог, что я буду там проповедовать. Он говорит, все, я понял. Через какое-то время он мне сделал вызов с одной церкви, и мне открыли в визу, в визовом центре, польский консул открыл визу для проповеди Евангелия, чтобы я мог заезжать в Европу. Слава Иисусу Христу. Это все сделал Бог. Поэтому, таким образом, сегодня мы проповедуем там в Европе. Но, естественно, мы проповедуем всюду, в Украине, всюду, где есть возможность и так далее. И, значит, когда мы в Риме, мы вышли на базар на следующий день, там тоже такой базар, и мы там встретили одну женщину с Запорожья. И мы ей рассказали про Иисуса Христа и провели ее на служение. Вот так было воскресное служение, но мы с утра на базар вышли. И Дух Святой ее сильно коснулся. Она сидит, рыдает, рыдает в зале. Приняла Иисуса Христа, говорит, я даже не представляла, говорит, что есть такие люди, такие церкви. Ну, и она там осталась в церкви, слава Богу. Я говорю, это же надо было приехать из Украины в этот Рим, чтобы там найти эту женщину, Олю, привезти ее в собрание. И она приняла Иисуса Христа. Но это так Бог делает, слава Господу. Когда, знаете, когда мы начинаем служить Богу, всякие будут трудности и препятствия. Не думайте, что вас сразу будут хвалить, не думайте, что вас будут за это уважать и так далее. Потому что Иисус Христос сказал, что и меня гнали, и ненавидели, и так далее. Поэтому, но мы всегда идем с Господом Богом. Когда мы приехали в Македонию, и мы там нашли поместную церковь македонскую, то два служителя нам сказали, братья, с таким служением в Македонии категорически проповедовать нельзя. Вас сейчас арестуют, вас сейчас посадят в тюрьму и выселят из страны. Македония, столица Македонии разделена на половину. Ортодоксально-мусульманская половина и ортодоксально-православная. С нами был один брат. Он приехал в Украину, чтобы проповедовать в церквях с кафедры. И так Бог дал мне с ним встречу. Я говорю, Миша, у нас в Украине, я говорю, проповедники за кафедру в очередь стоят месяцами. Поэтому тут тебе надо, тебя Бог представил, чтобы ты с нами пошел по площадям, по базарам и по улицам. Ну, он согласился и поехал с нами. Он говорит, ну, он американец, хороший брат, он говорит, братья, ну, если нельзя, значит, нельзя, не надо нам проблем и так далее. Я говорю, ну, братья, как хотите, я утром одеваю плакат на болгарском языке и выхожу на центральную площадь. Пока мы ехали до площади, мы ехали в автобусе, и я начал проповедовать в автобусе. Когда один мужчина говорит, да давай, говорит, рассказывай, мы все понимаем на русском. Я даже не знал, оказывается, македонцы, все знают русский язык, слава Господу. И я им говорю, проповедь в автобусе, и водитель говорит мне, за то, что вы приехали к нам с Украины, говорить про Бога, будете в моем автобусе ездить бесплатно. Слава Иисусу Христу. Знаете, мы зашли в мусульманский квартал, собрались эти люди, мусульмане, что это такое? Я говорю, я с Украины, не понимаю македонский. Они, что это такое? читают, а на ихнем же языке, я говорю, мы привезли вам Слово Божие, чтобы в вашей стране не было войны, чтобы дети были ваши счастливы, чтобы ваши детей не убывали, чтобы мир был в ваших домах, говорю, это дает Иисус Христос. И поэтому мы пришли сюда к вам, рассказать вам про того Бога, которого мы веруем, который спасает, который любит, который милует, который управляет всю и вселенную. Знаете, мне сказали, спасибо, друг, пусть вам Бог поможет. Слава Господу. Понимаете, когда нас посылает Бог, когда Иисус идет впереди, тогда Он все делает и идет благословение. Поэтому пусть нас Бог благословит, чтобы мы Ему были послушны, чтобы мы были послушны. Значит, вы помните, что Руфь начала подбирать колоски, а закончила чем? Она стала женой этого господина. Она стала женой Вооза. Она стала, и все то поле, на котором она собирала колоски, все его богатства, оно все стало принадлежать ей. И еще она стала, по моим подсчетам, прабабушкой Давида. Она была прабабушкой Давида, и поэтому, но ее начало было очень трудное. Она пошла, не зная куда, она пошла и служила той женщине, в ту страну, где ее никто не знал. Знаете, я вижу в этом, это наша христианская жизнь. Мы идем с вами верою, мы служим тому Господу, которого мы не видим, но блаженный, не видевший, но уверовавший, написано. Мы идем за тем Господом, который нам обещает царство на небесах, но мы не видим этого царства и этих богатств. Но знаете, наше сокровище, и мы не видим результатов своих служений, мы не видим результатов своих молитв, мы не видим результатов своих действий. Когда мы приехали в Мадрид первый раз, и там мы встретили одного братика, он сам с Прибалтики, русскоязычный, 10 лет живет в Испании, знает хорошо испанский язык. Мы ему подарили этот плакат на испанском, и говорим, Роберт, тебя Бог призвал, проповедуя здесь, в Испании, он ничем не занят, и он жил там в Красном Кресте, как беженец, как тот. Он взял этот плакат, говорит, братья, я уже думал, или картонку одеть, или что-то придумать. Это, говорит, вас Бог послал. И мы его научили, показали, и когда мы уезжали, мы его благословили, оставили там, и говорим, теперь ты каждый день исполняй это служение, проповедуй испанцам про Иисуса Христа. Прошло полгода, и Бог нас благословил, мы опять попадаем туда же в Испанию с братом. И поднимаемся на центральную площадь с метро, смотрим, стоить. Там, где мы его оставили, он стоит. Плакат порванный, потертый, потрепанный. Шесть месяцев он там проповедовал сам. И он нас увидел, говорит, братья, слава Богу, что вы приехали. Я уже так сам, говорит, тут измучился. Я уже, говорит, весь Мадрид вдоль поперек прошел. Когда мы с ним начали ходить, мы идем, ему полиция сигналит руку. Я говорю, откуда ты их знаешь? Он говорит, так я же каждый день, с утра до вечера, я ходил по улицам, по этим площадям, и везде им проповедовал, что им надо покаяться, веровать в Иисуса Христа. Знаете, он нас заводит, ну, у нас Верховная Рада, там, ну, государственная, это, Верховная Рада, Испания. Говорит, братья, я ходил туда, но меня не пустили, говорит, но вы из Украины вас должны пустить. Я говорю, вот ты мне, говорю, ну, я, я же сам так засмущался. Я говорю, ну, а что они нас пустят? Ну, мы подошли туда, там охрана, конечно, не пустила. Знаете, братья и сестры, пастырь, что сказал за него? Говорит, вот он ничего не умеет делать, но это дело, говорит, у него получается лучше всех. Поэтому, вот этот человек верно, шесть месяцев, он верно служил Господу. Весь тот город, он проходил, и говорил людям про Иисуса Христа. Слава нашему Господу. Я говорю, а как ты жил? За счет чего ты жил? Он говорит, когда мне нужны были деньги, Бог посылал мне людей. То мне 100 евро дадут, то 50 евро дадут. А однажды, говорит, иду, мне так нужны были деньги. Смотрю, говорит, банкомат стоит. Ну, так как у нас там тоже банкоматы такие. Говорит, смотрю, что-то торчит оттуда. Я, говорит, туда подошел, смотрю, 120 евро торчит. Я, говорит, их забрал, я понял, что это для меня ночью. Я говорю, Роберт, говорю, я всякие чудеса видел, но чтоб Бог через банкомат выдавал по 120 евро, я, говорю, такого не видел. Знаете, иду и сам посматриваю на банкоматы. Слава нашему Господу. Если мы посвящаем себя для Бога, Бог верный, Он всегда даст обеспечение для нашей жизни. Одна, знаю одну сестру, она сказала, ей врачи поставили диагноз рак, и сказали, тебе осталось жить месяц-два, все, мы ничего не можем сделать, они предпринимали всякие усилия, чтобы остановить этот процесс. И она сказала, Господи, она сама детдомовская, сирота, молодая сестра, годов 30, она сказала, Господи, если ты определил мне тут жить на земле 2-3 месяца, то я посвящаю каждый день для тебя, буду остаток жизни, вот этот отрезок времени проповедовать про Иисуса Христа людям. Знаете, сколько она проповедует? 5 лет уже, слава Иисусу Христу, слава Иисусу Христу. Врачи поставили диагноз, но пошла служить Господу, и Бог ее благословил. Поэтому, когда у вас трудности, когда вы сталкиваетесь с проблемами, этот дьявол нам пытается набросить, и дать нам это зло, но выходите и служите Господу, выходите и проповедуйте людям про Иисус, несите, начинайте какое-то служение, и вы увидите, как сатана отступит. Вы увидите, как вы будете получать благословление и силу. Пусть вас Бог благословит. Я думаю, кто-то сегодня слышит об этом. Для кого-то сегодня Бог говорит, не бойтесь, Бог всегда с нами. Знаете, я рассказываю хорошие стороны, но есть разные ситуации. Несколько раз меня и убить хотели, и диагнозы ставили врачи, смертельные и так далее. Но я вам свидетельствую, 15 лет я проповедую Евангелие, 15 лет я служу Господу в полном служении. Сейчас у нас уже много таких, сейчас уже две группы еще работают, трудятся, одна группа в Болгарии, одна сейчас на Польшу выезжает, трудится. Вот таким образом мы идем к людям, потому что Иисус Христос сказал, что идите, идите. Церковь, она движется, церковь, она идет, церковь, она проповедует, церковь, она служит для Иисуса, церковь служит для Царства Божьего. И вы будете видеть Божье благословение в своей жизни. Пусть Бог благословит вас, а Господу за все славу. Аминь.